Всем добра! Вещает тревел-блогер Алекс Рантье с Горного Алтая. Хочу подвести небольшой отчетик по походу, который сейчас у нас завершается уже завтра. Этого похода я ждал каждый год, но ввиду того, что в прошлом году у нас была мода в пандемию играть, у меня не вышло ничего поехать сюда. Я очень люблю Горный Алтай, в частности, Кашигачинский район, село Джазатор. И отсюда я люблю выходить на абсолютно любые маршруты, даже пусть я их буду повторять. На этот раз маршрут был наиболее тяжелый, один из самых тяжелейших маршрутов, даже тяжелее того маршрута, на котором мы ходили с Димой Хаттой на Советский Союз с Ромашкой, там, где мы познакомились с Максимом, на Борталандаке. Вот, и в этот раз мы шли через Сулайары, там пробились, снега там был меньше, чем тогда, в 16-м году. Прошли очень тяжелую серию перевалов, очень серьезные перевалы, много идти пешком, чуть ли не молясь, чтобы как кони не оступились, там лететь не стало, ууу, далеко. Вот, все прошло, все хорошо, видели, кстати, этого, не шутка, не шутка, не шутка, Мишку видели, живого коричневого, вот, страшно на самом деле, потому что Мишка-то здоровый, на видео есть. А потом перевалили уже на Акем, на Акеме постояли, полюбовали с красавицей Белухой, Акемской стеной, озером, и отправились обратно, по той же самой тропе, которую Дима Хату знает, это Тикелю, спуск тот самый, грандиозный, потом подъем, там, город Анунаков из гранитных останцов, потом спуск на Кельдуй Айры, или эльфийская стоянка, тут живописное место, кстати, Дима, если ты помнишь, там такая птица, вот такая, пш-пш-пш, они там до сих пор летают, которые пугали нас тогда ночью, они живут только на Акемском озере, ну и вот, а дальше мы через верхи-верхи Мабургана прошли до спуска на Шараш, в спуске на Шараш встретили волка, белого такого, как Акела, который промахнулся, настоящий, белый Акела, волк, я вас тоже заснял, вот, спустились на Шараш, увидели избушку, избушку мы не заходили, потому что, вот там увидели медвежонка, но я не успел его заснять, и мы решили спуститься попустим, короче, потому что там, где маленький медведь, там есть большой, 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 а большой медведь, это страшно, ну вот, дальше уже, переночевав на Каире, внизу, мы поднялись на 80 поворотов, на коня, кстати, на 80 поворотов поднялись, и уже зашли в избушку Бортулдак, и причем, опять будете смеяться, помните ту историю, когда ему Бортулдак зашли с Димой Хатовым, и пришли егеря, один из них звали его Максимка, так Максимка опять пришел, только не с егерями, а с туристами, ха-ха-ха, прямо вот так вот, так судьба, так, опять встретился на Бортулдаке, опять я впервые Максимке зашел в этот домик Бортулдак, но кто в теме, тут будет смеяться, ребят, опять судьба повторилась, ну и, собственно, дальше уже по известному маршруту, узел Бомчик, и уже дальше, уже через так называемое Аргутскому тракту, то есть тропа через село Аргут, вот сюда уже, на эту вот замечательную степь, долина реки Аргут, дальше еще будет Самаха, ну, это уже, это уже, как говорится, при джазаторские угодья, что скажу по маршруту, такие рекомендации, все, я очень много видел туристов, которые были с палочками, то есть пешие туристы, это такие невероятно супер люди, которые несут на себе всю провизию, еду, вещи, палатки, и идут, идут, а мы на конях, вот, я не буду говорить плохого, или, там, у Суперского про этих людей, но я восхищен, что они такое делают, лично мне это слабо, мне Алтай сам по себе интереснее, как место, в котором можно отвлечься от всей суеты городской, бытовой, бизнеса, и немножечко погрузиться в свои мысли, в том числе мысли детства, мысли прошлого, мысли настоящего, немного посмотреть на отношения с близкими людьми, с родными людьми, с друзьями, будучи в этой тишине, опять же, послушать тишину Алтая, то есть здесь крикунов, визгунов нет, что очень хорошо, можно очень глубоко зайти в себя и, пока, как говорится, немножечко поремонтировать свою машинку, которая в голове живет, вот так, то есть Алтай, в том виде, в котором я его употребляю, получаю в дезонизаторе, это, прежде всего, лекарство тишины, умение слушать тишину, я считаю, что это не то, что не дар, а очень хорошее лекарство от каких-то, либо тараканов, там, криптовки, я, 20, вот, кстати, мы шли от компании Алакту, Алтай Актив Тур, у нас должна была идти Аурика, но Аурика закрыли на карантин, к сожалению, нам дали молодую девочку, студентку, у нее имя по-алтайски Луна звучит, с Лунай, вот, она отлично готовит, и вот за все эти две недели, когда на маршруте у меня не было ни одного гастрита там, и так далее, там классно, вообще супер, такие божественные супы варит, но, конечно, я очень соскучился по Аурике, так как у нас сложилась уже компания своя, с нами из старой гвардии была, а, должны были быть Миша, Лена и так далее, ой, забыл, как же, вот, вот, но они, к сожалению, не пошли, и из старой гвардии, вот, так вот вышло, что пришла в основном те люди, которых я не знаю, но этих людей знаю, другие люди, которые тоже были на наших общих маршрутах, поэтому все нормально с этим у нас зашло, вот, теперь по рекомендации, что если вы захотите повторить тот же самый поход, то из одежды рекомендую брать горку, обыкновенную горку, такая вот, одежда, когда честно мне, такую вот шапку меховую, в ней спать хорошо и в холод, холодность тоже бывает хорошо, брать резиновые сапоги, а вторую обувь берите трековые ботинки для прогулок, там-сям, вот, сланцы брать или не брать, уже решать вам самим уже, удобно или неудобно, вот, из теплых вещей, и у меня тельник двойной вязки, есть, есть треники с начесом во внутрь, их мяу-мяу называю, носки верблюжие, кстати, вот, для сапогов носки верблюжие вообще вещь, тонкие носки смысла нет брать никакого, вот, кстати, еще такая классная рекомендация, совет, берите с собой не сколько кружку, а сколько небольшой термос, ну, хотя бы 0,5, оптимально, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, такой вот литрожа, потому что здесь достаточно прохладно бывает, и вы пока чай в кружке держите, он у вас остывает, поэтому, когда у вас чай в термосе, у вас на полдня вы заряжены кипятком, заваркой, не надо биться за эту заварку, вы, как говорится, в полуавтономии только находитесь, в термосе, тем более термосом вы можете запарить все, что вы хотите, а здесь и ягоды есть, смородина есть, и 5, 10, 11, 20, я вот богульник заваривал себе, болотный, и эти чаи, настолько к этим чаям привык, природам травяным, что я уже на эти пакетики, их там как-то называю, я уже это, их это, ну, как-то, косо-бока смотрю, уже не могу из них чай пить, вот, так, в целом палатка у меня своя, Пик-3, трамповская палатка, трамп Пик-3, она удобна тем, что у нее две туги, они вот так вот крестика, вот так ставятся, вот так все, без тамбура, вот, и свой, свой спальник, сплавовский, комфорт 0, и, еще, такая фишка, как, мне очень она зашла, благодаря этой фишке, я сплю гораздо дольше, это, самородувающийся коврик, вот эту вещь я очень советую брать вам всем, вот, не прогадайте, не, не пожалеете, реально, ребят, самородувающийся коврик, брал я в декатлоне, еще два года назад, вот, что еще хотел вам посоветовать, да, Солуная у нас готовила, просто божественно, как и у Урика, просто очень богато, очень вкусно, но, у каждого есть какие-то маленькие свои пристрастия, любимчики, ну, кто-то любит, там, майонез до безумия, кто-то кетчуп до безумия, везде кетчуп кладет там, или майонез, вот, например, очень люблю хренадер, я набрал, ну, три литра хренадера, я накупил себе в банках, и угощал всю группу, было очень вкусно, также набрал, дорогого финского шоколада, ну, в принципе, шоколад можно было и не брать, ну, ну, это на любителя, здесь сладости есть, ну, конечно, не фидиперстные, такие вот, не элитные, но, тем не менее, и печенье есть, и халва есть, достаточно высокого, хорошего качества, так что, здесь не соскучишься, ну, опять же, повторяюсь, если вы любитель чего-то там экзотического, например, егерь-мастер, то берите, это егерь-мастер, любите колбасу сыры копченого, какого-то определенного мясокабината, берите ее, как любил, я набрал вот этого хренадера, хреновиным, и на весь поход, вот, это хренадер хватило, я очень доволен, он с хренадером из-за липун, вкуснее, то бишь, макароны, и так, при куску к супу, очень хорошо заходит, вот так, поэтому, ребятки, если вы идете в поход, то, как говорится, на конях можно свести все, потому что, в коня влезает, там, два арчмака, достаточно крупный объем предметов, вещей, вы можете с собой это все взять, вот так, вот, такие советы, единственный еще совет дам, что, если вы захотите в какой-то такой, либо поход, не обязательно на Алтай, ни в коем случае не берите с собой стеклянные вещи, то есть, никаких стеклянных кружек, ни стеклянных ложек, даже тары, бутылки, банки, не берите, то есть, старайтесь по максимуму от стекла избавиться, то есть, если у вас что-то в бутылке налито, какая-то жидкость радости, короче, вы должны ее перелить в пластиковую, на чем я рекомендую, обзавести заранее литровыми пэтками, или по 0,5 пэтки, ну, литровки, самое то, вот, или по 0,7 пэтки, все, и разлили вашу радость по этим пэткам, положили варчмаки, и все ништяк, все, все супер, так вот, еще, что, какой совет вам дать, если вы пойдете на большой маршрут, более чем, одна неделя, то скажу, что весь хлеб, который у вас будет на маршруте, он заплесневит, поэтому, в самом начале маршрута, и еще совет, если у вас поход более одной недели, то скажите сразу своим инструкторам, или проявите инициативу самостоятельно, то, что ваш хлеб будет весь заплесневить, поэтому, часть хлеба нужно сразу превратить в сухари, то есть, в первый же день похода его нарезать, разложить на солнце, и пусть он сухарится, короче, вот, и старайтесь остальное хлеб держать не в пакетиках целлофановых, а заворачивать или в ткань, или в бумагу, ну, в общем, об этом позаботиться заранее, чтобы потом не было больно и обидно, вот, того, что вам приходится половину хлеба выбрасывать, вот, если вы уйдете из жазатра, как я, то рекомендую баурсаки, короче, берите баурсаки у Альберта, сразу заранее заказывайте баурсаки, вам шок баурсаков дадут, и всем будет ништяк, также не поленитесь заказать местную, настоящую деревенскую жазатовскую сметану, это тоже вещь, деликатес, такое вы нигде не, как говорится, не возьмете, а по возвращению с похода, рекомендую, рекомендую у Альберта заказать ужин, ужин национальной кухни, такое вы нигде не, попробуйте, не скушайте, и так далее, и так далее, и так далее, вот так, особо я не мерз, достаточно было тепло, спальник у меня хороший, палатка тоже, спас меня очень хорошо матрас, чтоб я камнями бока себе не давил, в целом, замечательно, еще раз хочу сказать, что способов поездок на Алтай огромное количество, Алтай очень большой, очень огромный, у каждого есть какие-то свои любимые края, вот мой край любимый, это Джосатор, и все окружающие его горы, долины, речки, озера, вот, например, Укок, Канас, вот это вот, вот долина реки Аргут, и так далее, и так далее, и так далее, долгое перечислятие, цивилизованное, а я вот люблю заезжать в такие вот, отрешенные от всего мира уголки и природы, и населенных пунктов, где никто никуда не спешит, никто никуда не торопится, где время застряло между тысячелетий, все восстанавливается, и ты слышишь только шелест ветра и журчание рек, ну да, и вот сейчас щелчки, пение этих, как его, сусликов, вот так, здесь очень много живности, невероятно красиво, на ветке, поэтому, если вы хотите это повторить, обращайтесь, подскажу, скажу, куда, чего, как, чтобы сюда попасть, прогуляться на конях, или со мной, или без меня, решать вам, подскажу у этих инструкторов, как сюда заехать, и так далее, всем добра, Алекс Рантье, с горного Алтая, вот как раз сейчас уже закат формируется, а солнышко зашло уже за гору, и вон там наш лагерь, коровы не наши, кони наши, палатки наши, избушка не наша, вон там наши люди сидят, здесь местные, летний домик, живут здесь, местные проживают, коров пасут, но сегодня здесь никого не было, вот так, всем добра еще раз.